Какие методы стоит выбирать в работе с малышами? Как добиться развития определенных навыков и, наоборот, избавиться от имеющихся дефектов? Профессиональные ответы на эти вопросы сегодня получили участники педагогической студии дошкольных образовательных учреждений. Местом проведения марафона был выбран детский сад «Волшебница». Социальный педагог и логопед провели для коллег мастер-классы и поделились своим личным опытом. На одном из занятий удалось побывать и нашей съемочной группе. Все подробности в материале Виктории Кузьменко. Сегодня детский сад «Волшебница» собрал более 30 педагогов дошкольных образовательных учреждений, желающих узнать что-то новое в своей профессии. Началось все с яркой презентации. Мы обмениваемся опытом, мы ищем какие-то новые пути, мы взаимодействуем и, может быть, что-то для себя выбираем, потому что все-таки мы находимся в маленьком городе и достаточно, ну, так скажем, ограничены в каких-то выездах. После презентации педагоги разделились на две команды и отправились на мастер-классы, где их уже с нетерпением ждали. «Дружная семья» – так назывался мастер-класс, который проводил социальный педагог детского сада «Волшебница» Валентина Вдовенко. Такие мастер-классы в основном проводятся для родителей двух-трех лет, говорит Валентина Петровна. Они развивают мелкую моторику детей, что позволяет им вести активный образ жизни. Родители – это первые воспитатели детей. И если мы хотя бы несколько родителей сподвигнем на проблемы детей, на их развитие и воспитание, обучение, то мы будем считать, что свою задачу выполнили. Оксана Сабурова работает в детском саду «Улыбка» с момента его образования. И сегодня она пришла посмотреть на мастер-классы своих коллег. И, возможно, что-то позаимствовать для себя, чтобы в будущем применять это на практике. Как получится у нас пирамидка? Вот, замечательно! Очень много показывали нам игр. Казалось бы, все игры знакомы. Но, тем не менее, в каждой игре есть какая-то изюминка, есть что-то интересное. И, то есть, я даже очень много взяла для себя. Детский сад – это первая ступенька образования, основа основ. Воспитатели – самые первые учителя. Именно они закладывают ту самую базу, которая в дальнейшем поможет малышу успешно осваивать уже взрослые науки. А значит, они и сами должны всегда шагать в ногу со временем, совершенствовать свои методы и технологии. Для этого совсем не обязательно выезжать на дополнительное обучение далеко от дома. Порой новые идеи можно почерпнуть из такого вот дружеского общения со своими коллегами. Виктория Кузьменко, Григорий Волков. Программа «Премя местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова